Всем привет! Вы на канале Сергей Кончаренко. И сегодня у нас распаковка вот этой посылки, в которой находится адаптер-переходник фирмы Viltrox под камеры, фото-видео камеры Panasonic с матрицей Micro 4.3 и с другой стороны под объективы Canon. Если вам интересен данный видеоролик, оставайтесь с нами и смотрите далее. В данный момент стали больше популярны камеры Panasonic, также Sony часто пользуется спросом. Если что же говорить по поводу Panasonic, то да, там все хорошо, но не все идеально. К примеру, оптика там, да, присутствует, парк оптики достаточно немаленький, большой, я бы сказал, но все же цена и чаще всего она завышена. Кто занимался, может быть, фотографией, кто занимался видеографией, множество этих людей начинали или работали достаточно продолжительное время на Canon. Естественно, осталось очень много оптики из Canon. Чтобы ее не выбрасывать, зачастую там очень-очень хорошая оптика, и цены там тоже повкуснее, я бы сказал, чем у того же Panasonic, и тем более, чем у Sony. Так вот, выпускаю такие же переходники. Такие переходники я видел под Panasonic, и такие переходники есть под Sony. Я брал для Panasonic. Давайте открывать, смотреть. Я, конечно, не профессионал, и идеально все вам рассказать не смогу. Покажу, что знаю, что умею. Если чего-то я говорю неправильно, где-то в чем-то ошибаюсь, пишите об этом в комментарии. Во-первых, будет интересно и мне прочитать, а во-вторых, может кому-то поможете с выбором, с мнением, не знаю, может еще с чем-то. Итак, Viltrox модель EF-M2. Это автофокусный переходник-адаптер. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Мы сейчас его рассмотрим. Вот технические характеристики. Смотрим Canon EF Series Lens. То есть, Canon-овские линзы можно одевать. Под камеры M43, M4-3 точнее. Есть автофокус, увеличение 0.71x. То есть, у нас кроп получается не 2, а если мы будем устанавливать объектив, к примеру, тот же 50, то, естественно, будет у нас не, если кроп 2, то, естественно, будет у нас не 100, а немножечко меньше. 4 группы, 4 стекла, USB-порт. Да, здесь присутствует, кстати, USB-порт для обновления прошивки. Попробуем это все дальше рассмотреть. И диаметр Lens 67 на 20 мм. Так, что интересного здесь больше ничего. Если это вам нужно, ставьте на паузу, читайте. Мы переходим дальше. Упаковка, как вы видите, немножечко помялась, но она, я бы сказал, крепкая. Так, открываем, что здесь. Здесь мы видим Viltrox E-MF M2. Краткая инструкция по использованию на китайском и на английском. Где, что это обозначает, здесь есть, здесь описано. Опять-таки, те же технические характеристики. Смотрите, если вам это интересно, ставьте на паузу, опять читайте более подробно. Я пока, как говорится, методом тыка буду рассматривать. Так, такой вот кейсик у нас идет. Да, можно заказывать и не переживать, потому что здесь, во-первых, коробка такая хорошая, добротная. Во-вторых, есть кейс. Как он открывается. Вот, вот. Так, смотрим, есть адаптер. Здесь, кстати, тоже упаковка, как видите, мягкий такой вот поролончик по типу. Адаптер наш. Еще несколько слоев поролончика. Viltrox, такая фигня. Силикогель, как обычно. И отвертка. Зачем нам отвертка? И вот это нам зачем? Видите, вот это, кстати, крепление под штативное. Не знаю, что от вот этой отвертки откручивать, но этим под штативное гнездо можно снимать и одевать. Короче, если у вас тяжелый объектив, или чтобы было более-менее правильное равновесие, чтобы не оторвало у вашей камеры байонет, можно цеплять вот сюда штатив. Так, что мы видим? Пока я вижу Viltrox Mount Adapter EF M2 071. Но меня смущает сейчас вот эта вот надпись. Как видите, Viltrox и Mount. Почему-то X немножко затерт и Mount. Буква X и буква M немножко затерты. Как-то странно. Что-то китайцы... БУшное какое-то прислал, что ли? Так, еще один сюрприз. Что это за сопли у нас? Это остатки клея. Вот, видите? Они убираются, то легко. И здесь есть. Так, ладно, это-то убирается. Ну, что-то мне с буквами не нравится. Давайте дальше внешне посмотрим. На одной стороне у нас есть USB-порт. Порт у нас microUSB для обновления прошивок. Ну и все. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь у нас группа контактов. Байонет. Вот это вот металл. А, таки вот это вот металл получается. И это. А, и это. Оно. Что-то похоже на металл, да. Так, опять-таки меня сейчас смущает, знаете что? А, видите, вот черные полоски, оставленные на данном адаптере. Ну, частично вытираются. Так, ну, знаете что? Хотелось бы сказать. Ну, есть, есть. Вот, посмотрите. Здесь маленькие даже царапины есть. Такое впечатление, реально как бы ушный адаптер нам прислали. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас группа контактов. И знаете, что я вижу сейчас? Я вижу смазанное стекло. А ну. Ну, смотрите, будет вам видно. Вот здесь, вот в этой части, есть отпечаток пальца. Да, вот, видите, да, вот это вот. Китаец, честно говоря, у меня больше слов нет, кроме как просто охренел. Отправил мне бэушный адаптер. А стоит он не 10, не 20, не 30, не 50 баксов. Да, не супер космических денег, но и того, это немножко больше 200. Историю покупки, конечно, я покупал, собирался вообще покупать. Ну, там цена была 220 баксов. Потом я как-то поставил его себе в список желаний, периодически поглядывал. И здесь, хоп, и подвернулась скидка. Ну, и теперь я сомневаюсь, скидка эта была не на бэушный адаптер случайно. Там не космическая скидка, там и каких-то 20 или 25 баксов в целом получилось. Ну, вот такая вот ситуация. С соплями на объективе, с байонетом, на котором видно реально следы использования. И с отпечатком пальца на стекле. Так, давайте сейчас будем подключать объектив. Что вообще из объективов преимущественно хотелось бы мне использовать? Что у меня? У меня есть сейчас 24-105L Canon, 85-1.2L Canon. Но это тяжелые объективы. Просто интересно было бы посмотреть, как на них картинка будет работать. Как будет вообще работать. И преимущественно на тех, которых бы я работал. Это вот такой вот полтинничек, самый дешевый, самый простой Canon 50-1.8, вторая версия. И, возможно, вот такой вот 24-105L USM, тоже от Canon, но он уже тоже такой вот потяжелее. Эльки те большие не хотелось использовать из-за того, что они, во-первых, большие, а во-вторых, они тяжелые. Максимум, что вот эти вот. Ну, посмотрим, как и вообще будет картинка в целом. Так, давайте переключаться на планы с этих объективов, смотрите. Так, вы сейчас, наверное, видите вот эту вот картину. Это включен автофокус. И, смотрите, я не шевелюсь. И это объектив, кстати, Canon 52-й версии 1.8. Да, это тот пластиковый, самый дешевый, но вполне неплохой, который дает неплохую картинку. Как в виде автофокус, я, честно говоря, пока охренел. Просто. Плюс, конечно, большой, то, что здесь электронный, электронным способом, ну, естественно, с фотоаппарата меняется диафрагма. На самом адаптере точно так же есть рычажок изменения диафрагмы. И на самом фотоаппарате эти настройки выставляются, ну, отлично. Но, как вы видите, автофокус здесь вообще не рабочий. Если судить то, что я сейчас сижу неподвижно, фокус у меня по лицу, по глазу. Сейчас вот смотрю в экранчик, именно на глаз, реально на глаз фокусируется. Но он практически не фокусируется. Но вот если сейчас обездвижется, ну, все равно это... И учитывая то, что сейчас сзади фон вообще одинаковый, я бы так сказал, то, ну, просто ужас, ужас, с автофокусом что-то нужно делать. А учитывая то, что этот объектив шумный, то, блин, это становится невозможным снимать с автофокусом. Мы сейчас еще попробуем на вот этом вот объективе 28-105, да, 28-105 ультрасоники от Canon. Посмотрим, что на нем еще получится. Но хочу сказать, что диафрагма, если здесь 1.8 в этом объективе, то через переходник у нас получается диафрагма f1.3. Это тоже хорошо, но намного светлее становится картинка. Но, как вы видите, автофокус... Не автофокус, вот так вот. Попробовал я в режиме фото, но автофокус тупо даже для фото не годится. Но я не знаю, как вот люди используют. Я читал отзывы, что и для... Использовать для фото его, но для фото использовать реально, ну, не годно. Если я что-то не так делал, может быть, в чем-то я не прав, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что хотелось бы из этого адаптера выжать хоть что-нибудь, чтобы получить хоть какую-нибудь годную картинку. Ну, с автофокусом, конечно. Без автофокуса я понимаю, что можно сделать все достаточно неплохо. Ну, вот, если в режиме видео, то есть в режиме мануального фокуса мне сейчас тяжело просто настроить достаточно далеко, рукой не достаю и подстроить сейчас фокус тяжело. Вот сейчас пока вроде бы как настроено. Да, так вроде бы картинка все неплохо, но покупался то автофокусный переходник. И у продавца в заявленных есть поддержка 51,8. Вот, обращу внимание, что это EF-M2 автофокусный. Так, давайте подключать второй объектив. И да, хотел бы я сказать, что обновление прошивки абсолютно ничего не меняет. Абсолютно ничего не меняет. Сейчас, на данный момент, я смотрел прошивка 2.3 или 3.0 даже. Я не помню, ну, самую последнюю ставил. Там 3 или 4 версии прошивки только что я перепробовал. На вот этот объектив вообще никак не влияет. Ну, вот такая вот ситуация не очень хорошая пока. Пока приходится, если будете снимать, то будете снимать больше всего, что в мануальном режиме. Хотя, хотя по отзывам я много видел, слышал отзывов, что люди снимают именно пользуясь автофокусом с каноновскими переходниками. Я думаю, пользоваться можно, возможно, можно будет только с STM объективами, возможно. Может быть, там будет как что-то получше. И сейчас еще вот эти вот ультрасоник попробуем. Посмотрим, что будет у них. Итак, сейчас у нас установлен теперь объектив 28-105. Так, ну, плюс того, что он тише, чем 51.8, чем вот этот вот объектив. Автофокус работает в нем, но я пока... Вот сейчас навелся и... Ну, во всяком случае. Лучше, чем с 51.8, но фокус почти не рабочий. То есть, в чем суть получается? Если вы снимаете статические сцены, ну, например, такие, как вот сейчас, это говорящая голова, да? Ну, и то фокус, как вы видите, немножечко прыгает. По звуку, лучше уже, конечно, что по звуку его не слышно. Нет, его слышно. Его слышно. Я не знаю, будете вы слышать или нет. У меня сейчас петличка вот здесь висит. Я на расстоянии, ну, почти вытянутой руки. Это где-то метр. Чуть больше, может быть, метра. Немножко больше, чем вытянутая рука. Так вот, его, ну, слышно, слышно, действительно слышно. Вот этот вот вообще, конечно, полный ужас. Это, я не знаю, здесь и петличка, наверное, не спасет. А как будет с этим? Слышно, да? Хорошо, что у нас здесь фон однородный, поэтому, может быть, минимум вот этих вот ездочень автофокуса будет, минимум дерганий. Но здесь немножечко все-таки получше, да? Получше. В принципе, я смотрю тут только на сам экранчик с фотоаппарата. Я не вижу, насколько в видео оно будет резкое. Тем более, оно находится у меня не так уж и близко, не совсем передо мной. Но пока я не сильно, конечно, этим доволен. Давайте еще посмотрим скорость автофокуса. Есть. Вот только сейчас навелся. А так. Ну, так я вам скажу. В принципе, можно, но не спеша. Не спеша можно USM вот эти вот объективы использовать. Так, давайте сейчас я на этот объектив пообновляю прошивки и посмотрим, что будет и как. Вообще, что-то поменяется или нет. Так, и по звуку. Давайте по звуку я вам еще раз покажу. Так, я объектив, точнее, микрофон положил там. Давайте посмотрите, как будет по звуку сейчас слышно. Кстати, кому интересно, диафрагма здесь стандартная, F4. Если через переходник использовать F2.6. То есть, в принципе, годная рабочая вещь. Интересно будет попробовать использовать STM-объективы. Ребята, кто-то использовал? Ставим объективы с фильтром вот этим вот. Если использовал, напишите, пожалуйста, в комментарии. Вообще, просто интересно будет какой-либо опыт использования вот этого вот адаптера. Потому что, ну, я, во-первых, использую ее впервые. И с какими объективами кто использует и как работает там автофокус. Так, поехали обновлять прошивку и немного по тесту и сейчас выводы. Итак, я обратно установил 50mm f1.8. Делая прошивки, не знаю, может быть, что-то я неправильно делаю. Но ничего абсолютно не меняется. Ни на объективе 28-105, ни на объективе 51-8. Ничего не поменялось. Ни в зависимости от прошивки я изменил. Или 3 или 4 прошивки, уже не помню. Ничего не поменялось. Итак, по звуку я в прошлый раз не дал послушать звук. Слушайте. Слушайте. Микрофон сейчас находится на объективе 51-8. Слушайте. С таким объективом, я думаю, нереально снимать однозначно. Даже, я попробовал даже внешний микрофон в рот видеомикро. И звук слышен с таким вот объективом. И многие вопросы все-таки остались открытыми. Первое. Хотел бы узнать, зачем вот эта отвертка? Неужели разбирать сам адаптер? Если да, то зачем и что с этим делать? Эту отвертку мы разобрались. Пока только несколько вопросов. Вот это вот зачем? Если кто знает, опять-таки в комментарии. По поводу того, как работают объективы, тоже хотелось бы узнать ваш отзыв. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Будет интересно. И может быть что-то новое еще попробую. Если хотите что-то, чтобы я протестировал с данным адаптером, тоже пишите в комментарии. Не исключено, что я запишу еще видеоролик, тест с каким-то из отдельных объективов. Или еще что-то, что вы там заходите, естественно. Я зачем записываю этот ролик? Во-первых, это распаковка. Во-вторых, это, не знаю, буду все-таки открывать спор, как минимум, если вот это нормальная работа данного адаптера, то как минимум буду открывать спор и сбивать цену за бэушный адаптер. Если не нормальный, то буду, конечно, либо отправлять назад на возврат, либо на обмен, либо сбивать побольше цену на бэушный, естественно, адаптер. Если, опять-таки, вам это интересно, чем вот это вот все закончилось, пишите об этом в комментариях. Буду отдельно снимать видеоролик. И да, я попробовал все-таки еще установить 85L1.2 и попробовал установить 24-105L-F4. Что хочу сказать, что 24-105L и 28-105L примерно на одном и том же уровне. По скорости автофокуса, по скорости работы, ну, примерно одинаково. Если же говорить о 85L1.2L, то там, конечно, все не так хорошо. Там вообще все не так хорошо. Там просто-напросто, когда я только подключаю объектив, включаю камеру, сразу диафрагма сжимается до вот таких вот размеров. И там уже просто ничего, ничегошеньки не видать. И получается, один из самых интересных объективов, на которых я хотел посмотреть, поиграться, просто-напросто не работает. 85L1.2L не работает с данным адаптером. Диафрагма никак не изменяется, она до максимума закрывается, и все, и больше дальше она не работает. Так, ну, в общем, что, пока я здесь потусил несколько дней с вот этим вот адаптером, Viltrox выкатил еще одно обновление. Всего, блин, честно говоря, опять забыл, по-моему, уже 5 или 4 или 5 обновлений. В общем, последнее я установил, все хорошо установилось, ну, я так думаю, конечно. Но ситуация с объективами не поменялась. Сейчас вот 24-105, да, 24-105 у меня установлен на камере. Вот пока не двигаюсь, пока сильно фокусы не прыгает. Буду двигаться, фокус начнет, конечно, сильнее прыгать. Итак, может, я, конечно, не сказал, что у меня за модель камеры. Сейчас это Panasonic J80. Ну, и оценивайте, может, у кого есть такая модель. Смотрите сами по самому переходнику, по объективу, то, как вообще работает. Как я и сказал, равносильно примерно работает и 24-105, и 28-105. Примерно одинаково. 50 1.8 один из самых дешевых пластиковых объективов на Canon работает просто отвратительно. И 85 1.2L работает, вообще не работает, отказывается работать. То есть диафрагма сразу так закрывается и все, до свидос. По поводу того, как обновлять прошивку, ну, надо было, наверное, изначально все-таки почитать инструкцию. В инструкции это описано, там буквально две строчки такой маленькой рамочки, то, что просто нужно отсоединить объективы, отсоединить камеры, подсоединить сам адаптер к ПК, забросить файл, один файлик там, и все, он после этого отключается, прошивка сделана. Ну, я точно так же делал по поводу всех прошивок, которые там были. Они, я не знаю, по фокусу с вот этим всеми объективами ничего не меняют. И последнее точно так же ничего не поменяло. Я добавлю список или добавлю ссылку, где можно посмотреть поддерживаемые объективы, которые там есть, и прошивки, которые есть. Ну, и вы сами можете прописать Offsite Viltrex. Заходим на Offsite. Есть English, есть китайский язык. Выбираем, конечно, English. Если он китайский, ближе, выбирайте его. И там в разделе Download можно прочитать, кто, какие прошивки есть. И точно так же в разделе помощи можно найти, какие объективы поддерживаются. Поддерживается очень много объективов. Практически все объективы от Canon, и ZOOM, и FX, и сторонние Sigma, и Tamron, точно так же поддерживаются. Ну, в принципе, это все, что я хотел дополнить за ближайшие три дня использования. Ссылки на вот этот вот адаптер я оставлю в описании под этим видео. Там в основном два продавца, таких более-менее у которых больше всего продаж по вот этому вот адаптеру Viltrex. Я оставлю в описании под этим роликом. Оставлю на вот этого вот, но будьте осторожны, потому что, как вы видите, мне что-то по типу чего-то бэушного пришло. И оставлю на другого продавца, где больше отзывов, где больше положительных отзывов. А у того, который я брал, там отзывы тоже есть, есть положительные, но их меньше. Ну, может мне повезло, а может продавец специально так как-то сделал. Если вам данное видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал из соцсети, подписывайтесь на мой второй канал, там вы тоже найдете для себя что-то интересное. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, тем, кому, тем, те, кто неравнодушны к фото-видеосъемке, и у кого, естественно, есть аппаратура Panasonic. Точнее, если быть точнее, фотоаппараты Panasonic. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok